ребята привет прибежала я с работы а тут такое солнце такой солнечный день но уже уже такая вторая половина дня хорошая хорошая послеобеднее время что-то работы навалилось я и из дому работаю и в комитет бегаю короче разрываюсь пришла солнце дождя нету я думаю ну надо срочно срочно снимать видео потому что прекрасная погода и ничего нам не помешать снять хорошее видео чтобы и свет был и и меня чтобы было слышно они дождь но все равно я одела микрофончик мне кажется с микрофоном как-то более четко до звук воспроизводится и мне понравилось я посмотрела прошлое видео мне понравилось работать с микрофоном ребятушки допиваю свой утренний кофе садимся поудобнее видео будет просто длиннющим потому что у меня где-то 20 пар 20 пар ребята вообще откуда у меня вот такой вот новогодний цветочный хочу сказать цветочная композиция но это искусственные цветы дед мороз вот составляет нам компанию нету нету живых цветов но мне захотелось какого-то новогоднего лайба вот я его себе создала по побырику допиваю свой утренний кофе убегала на работу не успела выпить пришла с работы думаешь уж продукту пропадать взяла в микроволновке нагрела прекрасный кофе я все равно пью с этим с банановым молоком это же не настоящая молоко но не списает с хозяйская хозяйская людина ничего не выбрасывал короче пар много 20 на 18 наверно пар похожих ароматов я я не ребята наверно тоже придется поделить мне это видео на два видео и почему я предыдущее утро оптимиста поделила на два видео потому что она получилась длинным там и про парфюмки там и про косметику там и и мейкап мы делали не на быстрой перемотки и когда его начала грузить youtube это так долго было я бы выгрузила три дня я вообще холерик псих я не могу я не могу ждать уже задолго не надо быстро и поэтому я тупо взяла его найти на две одинаковые части поделила и она быстрее загрузилась я думаю что сегодня такая же участь меня ждет но неважно неважно захотите посмотрите две части возможно вам не понравится смотреть вообще не смотрите займитесь чем-то но это видео будет тоже полезным с одной стороны с одной стороны я буду говорить о дорогом каком-то парфюме и о схожем звучание более демократичного парфюма другого бренда и возможно кто-то захочет себе приобрести такой аромат но не за все деньги мира это одна сторона эффективности и в которую вы услышите но есть еще вот только что мне пришла мысль что не менее важно будет информация для всех потому что если у вас есть уже один из этих парфюмах чтобы вы не дублили его чтобы вы не покупали другому вам может быть где-то покажется что вы хотите какой-то другой аромат и и баллон звучит как-то совсем по-другому а нет он может быть совершенно имеет похожего какого-то брата клона посмотрев это видео вы просто не совершите не завершите свою очередь по ошибку покупая этот парфюм в общем ребята давайте весело проведем это время и начнем мы с сшены у меня очень много шанель я вам признаюсь честно наверное но нет конечно не все но много не на не ношу шанель мадмуазель хотя она мне есть travel версии в машине где в таком там где выдвигается пульверизатор прикольно они придумали на меня в машине лежит и лежит много лет но вот не идет мне мадмуазель что мне идет пятерка мне идет лё вода стоит у меня лёшка это лучший свежак лучший свежий утренний парфюм парфюм чистоты альдегидный такой он стоит у меня в ванной а по утрам пользуюсь но сегодня речь идет мне не все дня речь идет о фрэше это парфюм шанель ченс их линейка ченс и это фрэш это самый свежий из трех там три таких кружочка три такие новогодние как сказать новогодние игрушки нам похожи на новогодние игрушки на самом деле это это такой цветочный шиприк древесно цветочно цитрусовый да можно так сказать шиприк что лимон с кедром на старте я его люблю но это летний парфюм ну или же такой знаете парфюм свежести дневной утренний парфюм свежести на работу на шоу с удовольствием но не часто видите немного и от пила что здесь жасмин с гиацинтом это очень красиво все это еще и перчиком притрусили здесь еще и стекло дерево но если честно она здесь какой-то не тикого и я знаю тиковое дерево она дает теплоту и даже какой-то кожаный нюанс вот тиковое дерево очень классно звучит в бои здорово найти бои здорово ванклифф энд эрпиос боже там дает такой кожаный нюанс красивый теплый здесь вообще-то чистый свежак цитрусовый свежак многие знают как он звучит и многие девчонки его любят он говорят что это такой девочковый да нет не девочку вы стойкий женственный шлифит не никому не испортит настроение он бодрит он такой знаете настраивает вас на какой-то активный день на какой-то хорошую активную деятельность в общем не нравится и что что я хочу сказать он ну тут еще есть и пачули я посмотрела ну то есть да он такой серьезный женственно серьезненький такой что здесь еще я слышу то того что в пирамиде вообще нету я здесь слышу ветивер знаете такой с дымком ветивер и пачули не знаю есть там пирамиде пачули или нет но он как бы с со временем немножечко становится теплее то есть эта колка из цитрусов уходит но его водянистость его атмосферность кедр кедр дает такую очень интеллигентное свежее звучание очень красивые свежесть никуда не уходит она постоянно с вами жасминчик с гиацинтом гиацинт не явный но такой свежий я обожаю гиацинт и он всегда для меня звучит очень свежо и очень женственно для особенно для весна-лета вот это и эти сезоны и прохладненько и и наверно кедр дает эту прохладу немножко с лимончиком в общем я хочу но я не знаю вы наверно тут будете наверно я не представляю сколько коммента будет в этом видео но это хорошо давайте обсуждать давайте спорить давайте делиться своим опытом мало хит банана репаблик этот бренд для меня был открытием прошлого по моему года этот обновлю давно не носила я его купила ради пиона девочки и мальчики посмотрите какой красавец а какой тоже свежий тоже водянистый почему он схож видно вам да он такой мало хит мало хитовый но вы поняли хочется вам показать боже какой он красивый на просвет такой бутылочный зеленый баночка бутылочная зеленая ткань в общем здесь тоже есть гиацинт здесь тоже есть жасмин здесь здесь тоже этот цветочный свежечок такое но почему-то он идет как восточный я не вижу здесь никакого востока здесь все то же самое только есть пион я его слышу кстати ради пиона его покупала пиона в нем мало не стоит его покупать ради пиона но он очень красивый он такой загадочный и если честно девочки и мальчики а да вот скажу как есть он мне нравится больше чем шанель фреш можете себе представить я его ношу чаще но опять-таки весна-лето его время пион и здесь еще зеленая манго дает вот эту свежесть там лимон с кедром здесь зеленая манго с гиацинтом но здесь тоже из перец здесь не тоже а может быть это же есть мускус сандал стойкость конечно не такая не такая мощевая как в шанельке но тем не менее я не могу сказать что это аромат на час это не поливашка нет уже 1 3 все на просвет уже 1 3 нету короче он не обычный но но какой-то настолько притягательный свежачок и этот пион он не делает его совершенно хуже то есть не делает его таким бабским знаете иногда пионы розы могут немножко так а бабить а бабить звучание парфюма здесь такого нету тоже водянистый прохладный немного загадочный но вот есть созвучие созвучие гиацинта перца жасмина и шипра два парфюма которые для меня звучат не клоны не могу сказать что клон но вот созвучно звучат и малахит не нравится больше вы мне уже пардонте это шанель фреш фреш да чем с линейка чемс и банана репаблик малахит берем берем на заметочку погнали дальше ребята между прочим и шанель фреш и банана репаблик малахит ароматы 2007 года что тут что тут у меня даже вот посмотрела закралась какая-то мысль да кто у кого по взаимствовал это это звучание ну ладно оставим это в тайне мы-то их разоблачили возможно не вообще вместе работали да не 1 этаж франция а банана репаблик это американский американский бренд поэтому вряд ли вряд ли они работали вместе все я уже засветил этот флакон вы там наверное все поняли следующие два аромата это да 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 это том ford металлик кто не знают как звучит металлик мне кажется он сейчас бьет просто все топы все чат и все я не знаю все блогеры о нем говорят о нем говорила оля квет несколько раз больше солнце солнце так светит надо одевать очки просто посмотрите какой он красивый я была в штатах том ford это американский бренд я была в штатах и я не смогла пройти мимо взяла 50 миллилитров потому что недешево это очень дорого том ford это очень дорого но я думаю что тут все в курсе да о чем этот парфюм конечно же это парфюм альдегидный цветочный гурманский для меня в первую очередь альдегиды и гурманика он пахнет одновременно и металлом знаю есть аромат урман джейн white лейдер белая кожа вот там тоже такой это в моей коллекции был первый аромат с металлическим таким звучанием на старте он пах собственно он и пахнет жестяным ведром вот как будто вы просто в эпицентре опустили голову в жестяное или жестяное короче неважно металлическое вот такой вот ведро и вот этот вот запах металла здесь он не такой явный как арман джейн но он здесь тоже есть и вы знаете кто то говорит что это это звучание солирует но для меня нет для меня здесь еще и бергамот на старте свежие его слышу здесь ямбретто здесь и ваниль перуанский бальзам я его явно здесь чувствую сандал и сгущенка и какой-то какая-то сладость какого-то десерта для меня это в первую очередь одновременно гурманика вот такая вот карамельная гурманика вместе со свежестью альдегидов сложно объяснить но вот знаете в этом наверно и привлекательность этого парфюма вот о чем вы думаете тем и пахнет ребята я ну на полном серьезе вам об этом говорю думаете о о металле он вам звучит металлом думайте о сгущенке он нам звучит звучит сладко ванильно десертно допью уже этот кофе уже просто не хочу не хочу его опять греть 158 раз в общем стойкость конечно вечная я его ношу очень сладкие гурманские но с такой металлической ноткой свежести парфюм вы там не догадаетесь в жизни какой парфюм я могу в этой паре здесь показать какой парфюм имеется звучное звучание с металлик от тома форда между прочим парфюм не такой и старенький металлик 2019 года и я вам покажу парфюм 2020 года да тоже практически в одно время родились эти два аромата но звучит на мой нос он ну очень похоже и это ланком и это ланком трезор в фланкере ню нет вот такой вот красавец во первых он красивый посмотри в солнце и мой спасибо тебе солнышко потому что наконец-то я могу продемонстрировать эту красоту так посмотрите просто посмотрите на эту красоту пол флакона я уже я уже сносила вы видите что происходит бергамот на старте я его не слышу роза здесь в сердце и не слышу я не знаю такое впечатление что эту пирамиду составлял человек который вообще не слушал этот аромат для меня он пахнет кокос ваниль сладкий десерт немножечко сладкого манго но конечно кокос здесь все-таки солирует больше вот с этой сладостью сладко стойко между прочим стойко очень стойко и это десертно и это ванильно и это женственно и это комплементарно я думаю что если вы когда-нибудь с ним познакомитесь вы с ним не расстанетесь никогда очень женственно сладко ванильно и чуть-чуть даже вот той же вареная сгущенка мне пахнет здесь еще есть нюанс каких-то ореха ореховости вот такой вот знаете лесных орехов вот этой лещины вот он тут тоже есть короче цветочный кокосовый ванильный десертный нету металлического эффекта но я вам честно скажу здесь металлический эффект я слышу на старте на минут 15 потом для меня здесь десерт сгущенка карамель ваниль вот ну какие-то гелиотроп здесь есть он то есть какие-то цветы которые тоже усиливают это сладкое звучание амбретто ну вот все 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 про сладость тут то же самое я не слышу здесь розу хотя по сути аромат про про розу и я не знаю короче в минимум этой розы которая тоже дает какую-то ну не знаю такой легкий цветочный флер на явные розы вообще никакой нету и даже на подпевках даже рядом и здесь нету мне два этих аромата очень схожи я я я не могла себе в этом признаться я нанесла их короче на одну руку на нанесла нюд трезор ланком на другую руку металлик там форда и ходила целый день принюхиваясь сюда принюхиваясь сюда чем дольше времени я их носила тем больше они были схожи стойкость здесь просто наравне том ford и ланком одинаковая одинаково если кто-то скажет ланком слетает ну ребята я за свои слова отвечаю и я здесь на своем канале просто стараюсь максимально быть объективно как бы мне не хотелось но он стойкий сложно сложность ну назвать его не стойким ароматом и когда я о нем читаю отзыв о какой когда нам нанесла через час слетел ну задавайте вопрос к себе где вы купили этот аромат потому что если аромат оригинальный он очень стойкий он у меня уже года три ношу зимой ношу осенью осенью прям обожаю его видите ваниль уже такая да дала свой цвет в самом парфюме и он очень красивым стал может быть кстати из-за этого что он у меня уже такой настоявшийся может быть поэтому такой стойки может быть новоделы не такие стойки но вот здесь просто стойкость пять с плюсом могу гарантировать вот два ароматика tom ford metallic и ланком лану и трезор пожалуйста два схожих аромата я не могу сказать что это прям дешево дешево но конечно же том ford в разы дороже наверно раза три будет дороже чем ланком ланком намного легче доступней и по деньгам и в принципе найти в интернет магазинах он представлен покупайте я вообще считаю что у каждой женщины должен быть именно этот фланкер ланкома трезора потому что он невероятно гурманский притягательный комплементарный женственный и зимой без него просто не как мне он поднимает настроение он он просто огонь так ребятушки и так третья пара третья пара созвучных ароматов это x него и это и данистик вот такой вот и данистик всеми известны популярность просто тоже зашкаливает стоят все деньги мира ребята это мне подарили на день рождения я бы в жизни себе за эти деньги не купила полный флакон и если вы видите я как-то его без надрыва ношу но ношу это бергамот с имбирем на старте он очень дымный древесные пряные с удом такой удистый аромате здесь и ветивер вам здесь и аки голову с кедром тут такой кедр красивый тут и бабы танка чуть-чуть есть тут и на мускусе это все конечно же короче популярность парфюма растет несмотря на то что он очень дорогой стойкость просто стойкость вечно на одежде это будет не то что до стирки и не до конца сезона вот нанесете на пиджак он будет у вас пахнуть весь сезон парфюм конечно осенне-зимний летом я его не носила потому что он слишком тяжелый древесина такая утяжеляет его все-таки несмотря на то что зимой он звучит он звучит очень свежо я его ношу на работу и я не могу сказать что он как-то чем-то может кого-то напугать или оттолкнуть даже если вы его так обеленько на себя нанесете короче пряный сложный громкий вечные по стойкости парфюм вот такой вот у нас да и хедонист гедонист в курсе дела это человек который смысл своего бытия находит в наслаждении жизни и только это и делает как и нас на всю всю обо мне как там некоторые писали в комментариях конечно конечно если тратить столько денег то можно быть и оптимистом ребята чтобы тратить много денег нужно много учиться сначала а потом очень много работать чтобы их зарабатывать но я не думаю что этот начну открывать какую-то новую тайну до чтобы быть оптимистом нужно быть уверенным в себе и уверенным в своем завтрашнем дне и для этого конечно же вам нужно крепко крепко стоять на своих финансовых ногах и конечно же тогда вы сможете более оптимистично воспринимать все трудности которые происходят с нами в нашей жизни но это не значит это не знаете что я здесь вот тут такая вот априори как это очень состоятельная женщина которая от рождения была такой богатой и смелой и оптимистичны поверьте мне а первой половине и жизни лучше вам даже не знаю потому что было очень сложно те кто мои первые видео смотрели может быть там и не знаю как я осталась одна с двумя детьми развилась с отцом своих детей осталась одна с больной мамой у нее была онкология и короче было очень нелегко и в то время я одновременно и работала и получала образование короче дело не в этом нужно быть оптимистом всегда но когда вы финансово успешны и вы уверены в своем завтрашнем дне независимо от того какой стране вы живете и какие обстоятельства конечно же это будет делать вас более более оптимистичным веселым и жизнерадостным человеком да это факт и именно для таких людей придумали этот парфюм он кстати не веселый он не легкомысленный но тем не менее настолько красивы цветы влажная древесина но сложно сложно найти аргументы как ну чтобы уличить этот парфюм в том что его должны носить только миллионеры нет он настолько красивый я его вижу и на творческих людях я его вижу на женщинах которые бизнес бизнес леди то спокойно бизнес вумен то есть на работу его с удовольствием я носила но он громкий он громкий то есть если вы готовы до такой к такой тяжелой артиллерии пожалуйста есть нюанс для меня но это не только для меня он звучит немножко на старте мази мазью вишневского прислушиваюсь тревога да нет вроде не тревога мазью вишневского вот древесина влажная которая на грани знаете смазью вишневского и я им этот нюансик здесь слышно он уходит и остаются цветы свежачок пряность мускус ветивер кедр и фиалка фиалка здесь красивенная она настолько незаметная она настолько растворена во всех этих видах древесина и голову кедр и фиалка фиалка шикарно обожаю этот аромат мне он нравится почему-то нашу не часто это пике нашу чаще клин вы не поверите я ношу чаще клин видно не видно насколько уже от пила этот аромат не видно вот на минуточку мне идет созвучие этих двух ароматов это соленый сантал сандал тоже клин кстати клин это три копейки это очень доступно это американский бренд сегодня сегодня он даже несколько клинов будет клина в общем несколько этих и это аромат который был создан раньше чем гедонист гитаре гедонист в двадцать первом году вышел этот вышел в если не ошибаюсь или в пятнадцатом или шестнадцатом году вышел соленый сандал санта у санта у санта у санта у санта мускус амбра розы я не слышу но тут есть фиалка и я тоже слышу то есть и фиалка и мускус и древесина вот вот это их сближает это их это не клоны но звучит очень созвучно ну для меня прям очень-очень созвучно потому что роза которая есть в соленом санта ли вообще куда-то спряталась и слава тебе господи здесь тоже громко здесь тоже очень много древесины но она здесь сухая соленом санта ли древесина сухая в гедонисте она более мокрая он тоже интеллигентный такой интеллектуальный чуть-чуть теплее чем гедонист соль не буквально вот не вот просто маркетинг он неправильно написали сэл 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 санта да сэл сэл санта господи дай богу этим маркетологом выговорить это название в общем соленый сандал но соль не буквально названием скорее всего оттолкнет любителей поверхностных любителей парфюмерии потому что нельзя ориентироваться на название нужно всегда слушать аромат в общем цитрусы есть специи есть а фиалка есть древесина есть на более сухая в общем звучит похоже и мне нравится стойкость конечно тут да тут скажу как есть стойкость четыре части к 3-4 части к нам можно политься можно облиться он очень доступный спокойно в интернет-магазине хоть сегодня заходите покупайте но амброчка тут все-таки его утяжеляет здесь сандал такой красивый он он такой нейтральный он не теплый не холодный улака красиво это звучит мне нравится в общем два парфюма за все деньги мира этот очень демократичный один из наверно самых демократичных о которых мы будем сегодня говорить я имею ввиду в этом видео для меня они звучат созвучно the garden есть от него x него и бренд клин соленые санта два аромата за очень дорого за очень дешево созвучное звучание настроение вайл интеллигентная фиалка красивенная древесина это это фужеры которые мне очень нравится и я очень-очень рекомендую так как а уже будет пара по очереди 4 давайте начнем с трезор чик трезор чик всеми нами любимый кстати это такой не очень дорогой аромат lancome трезор видной трос я его обожжу посмотреть вы ну просто оцените серьезность намерений моих и при том что у меня их две у меня есть еще поменьше баночка стоит у меня на прикроватной тумбе я его ношу вечером на ночь одевала просто на подушку наношу он меня успокаивает это конечно же для меня смородина цветочно-древесный мускусный ароматик не не про какую не про розу несмотря на то что это мид найт роз для меня это в первую очередь самая красивая свежая но сладкая смородина малины здесь нет несмотря на то что она в пирамиде заявлено здесь малина малины здесь нет это сладкая смородина здесь есть фиалка тоже здесь есть ваниль мускус кедр по моему тоже здесь есть не малина не роза это смородина смузнул вот на мускусе есть еще по моему в базе лист черной смородины и он дает такую свежесть но в то же время какой-то знаете может пиончик может джасминчик здесь еще ищут цветы пион джасмин ваниль и чуть-чуть я совсем чуть-чуть слышу то есть не совсем это гурманская такая смородина такая красиво кисленько в общем этот ягодный аккорд он такой здесь красивые сексуальный он еще очень женственный мускус мне тут очень нравится с этой кислиночкой смородиновой в общем ну ну что я вам рассказываю вы видите да надо уже искать надо уже искать я боюсь что у меня что-то в том в той баночке заканчивается бутылочки что здесь я его обожаю короче вот это вот кисленькая смородина которая без розы но где-то может здесь на подпевках роза но мне для меня здесь больше фиалки смородины мускуса ванильки и кедра что же я вам предложу бери да и одеваю очки от солнца такое солнце на сегодня тарам это лакоста магнетик магнетик короче магнетическая лакоста лакоста пор эль называется фланкер магнетик но чуть-чуть тропический потому что здесь есть манга но здесь точно такая же смородина манга здесь зеленый здесь тоже есть фиалка гелиотроп фиалка роза кстати роза тоже есть в официальной пирамиде которую я практически не слышу это же из жасмин смородина короче смородина с зеленым манго для меня этот парфюм в первую очередь про это между прочим здесь я больше может уже конечно мой мозг фантазирует но даже малину я могу здесь вычленить в трезоре малины нет вообще те кто покупали видно и троус трезор ради малины уверенно будут разочарованы здесь и смородину и малину и зеленый манго я могу хотя бы вот где-то в своей фантазии здесь уловить очень красивый очень ягодный кислинку дает не смородина зеленый монати зеленый манго он вообще пахнет свежими какими-то хвойными он пахнет джинном он пахнет я левец как это на русском прости господи такой в общем такое звучание короче каких-то хвойных деревьев вот так вот пахнет зеленый манго то есть он не пахнет переспевшими вот этими забродившими фруктами и вот этот парфюм намного доступнее я выбрала летом с собой в куда мы ездили в славская носила его запоем посмотрите хорошенечко летом так его поносила парфюм на самом деле вне времени года его можно носить и летом и зимой то есть он умеренно сладкий с кислинкой фруктовой в то же время он очень женственный нейтральный то есть он не заваливается не в гурманнику не в свежие цветы тропический фруктовенький ванильный но для меня это в первую очередь сама родина и ланком миднайт роуз серия трезор и лакоста и лакоста магнитик серия пор вы уже меня простите короче ну вот у меня только одна такая лакоста много лакоста я знакомилась с ними розовенькая такая легенькая тоже подумывала и купить но когда я познакомилась с магнитик просто ноу-коменс он вне конкуренции между прочим многие говорят и даже на фрагрантике я читала что популярность миднайт роуз трезор растет то есть она как-то была на одном уровне сейчас последнее время растет ягодные с кислинкой очень женственные оба стойки ну конечно ванком постойче будет но он и подороже будет лакоста по моему в разы дешевле но опять таки смотря где вы ее покупаете но она все все равно как-то на порядок по цене более affordable affordable такое слово интересного affordable короче доступней чем ланком но вы уже выбирайте сами для меня созвучность на лицо и так следующая уже забыла какая там пятая пара да у нас пятая пара на на в очереди в этом видео и это ван клифф and air pills орхидване многие его знают многие его любят все блогеры о нем уже говорили переговорили посмотрите я его ношу это очень зимний в парфюм и его просто нужно носить зимой это цветочно-ванильный сладкий чуть-чуть пудровый парфюм где шоколадная орхидея фиалка с розой розы вообще не слышно шоколадная орхидея с личи с какими-то много ванили много гурманской даже слегка ванили вообще многие говорят что здесь одна из самых красивых ваниль ванили или короче самая красивая ваниль вот многие парф блогеры с этим согласны я вам хочу сказать что не тут не поспоришь я посмотрела его популярность именно орхид ваниль растет каждый год с каждым годом растет его популярность смотря на то что аромат 2009 года не первой свежести так сказать да то есть несмотря на то что он давно уже в ритейле в продаже его популярность продолжает расти он слегка на старте может вам выдать такую знаете пыль сундука бабушкиного старенького то есть это такая ваниль в суд ваниль в бабушкином сундуке но это только со старта потом шоколадные пачули какой он мирный какой он такой уютный я бы сказала очень ну знаете такой спокойный тихий очень густой немного гурманский мирный очень комплиментарный аромат на и если вы на себя его нанесете сто процентов вы просто будете объектом внимания и комплиментов очень красивый шоколадный орхидеистый со сладкой такой ваниль кай аромат счастья вот у меня и я не могу подобрать других слов для меня это аромат счастья женственности знаете такое даже мамкость мамкости да не знаю для меня должна пахнуть так мама мирно спокойно в то же время очень глубоко очень атмосферно ну вот вы поняли да уютный такой monkey ауру такой создает приятную мне кажется он создает такую атмосферу безопасности такой нежности заботы но вы поняли что что мы хотим для счастья чтобы было безопасно чтобы она заботились чтобы нас любили в общем вот вот этот аромат об этом и здесь гениальная ваниль так вот что мне напомнила ванклиф энд эйрпилс орхид ваниль это сантал это сантал от reminiscence сантал ваниль тоже ваниль сантал ваниль от reminiscence так поставлю свой орхид энд эрпилс аромат 2020 года относительно он более более современный подход к ваниль и она здесь на старте посвежее она здесь очень как вам сказать такая восточного древесная потому что много перца особенно на старте вот я его и карамельность в нем есть сантал кашмиран дает такую такую теплоту этого не становится такой нежной такой женственный мускус специи никуда не уходят и для меня он даже немножко алкогольный но созвучность двух этих ароматов однозначно присутствует потому что красивейшая теплая нежная женственная ваниль и здесь и здесь ребята сантал ваниль ношу люблю зима ранняя весна но весна меньше осень зима пудровая ванильная женственная но слегка перечная и алкогольная история в ней я слышу карамель в пирамиде карамели нету я вот здесь нахожу для себя еще немножко карамельки если в орхид ваниль больше шоколадных пачуль и орхидей то здесь перца и карамели но я не могу сказать что это делает ароматы очень разными нет их объединяет тепло теплая такая ваниль здесь еще с кашмираном здесь с миндалем да вот то есть она такая вот на грани гурманики но не гурманская две красивенные ванили reminiscence очень доступный парфюм ванклифф энд эрпилс намного дороже ребята я когда посмотрела сколько он стоит в европе вот я была и в duty free даже смотрела но слушать это 200 евро это очень дорого в украине его продают наверное это еще какие-то старые запасы в украине его под продают до 100 евро можно его купить но все равно это дорого reminiscence очень доступный парфюм стойкость конечно поменьше чем ванклифф энд эрпилс но я вам не могу сказать что и орхид ваниль мега стойкая нет часов 8 но это не так стойко как том ford так что ваниль сантал здесь еще скажем так не в таком отрыве по стойкости часов пять-шесть он будет на вас и я его даже не беру с собой в сумку чтобы обновлять вот с утра нанесла я его на себе слышу рекомендацион прям вот хоть рекомендацион его и дома можно и на выходные и на работу и в любую компанию это очень красивые парфюмы я думаю что такой универсальный солдат на все случаи жизни ход 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 рекомендацион какой-то из этих парфюмов зимой обязательно должен быть у вас я так решила ну что погнали дальше следующий парфюм один из моих любимых парфюмов я считаю что я считаю что нету похожих парфюмок нету но я вам расскажу все равно об одном парфюме которые слегка но все-таки имеется звучное звучание и это по и вот the different company посмотрите половину это 50 миллилитров половину меня уже нету это сладковатый лактонный но свежий в то же время я не могу сказать что это свежак нет он такой знаете нейтральный сладковатый фруктово-мускусный и миндальный чуть в общем это очень сложный но самый женственный аромат среди наверно моих моего парфюмерного шкафа это adorable вот у меня есть серия adorable ароматы он аромат который я обожаю и когда он на мне наверное меня тоже кто-то хочет обожать надеюсь короче смотрела его популярность вообще аромат 2011 года он такой уже знаете бываленький многие кстати блогеры о нем знают и говорят некоторые говорят что он пресный что он детский да в нем есть знаете какая нота детского крема но может быть это дает такой миндальный миндальный мускус детского крема но здесь есть и кедр дает такую чувственность дает пространство водой лен мимоза роза но это роза явно я не слышу слава тебе господи миндаль мускус немножко в оригинальной пирамиде сухофрукты никакой такой вот прям явной сухофрукте на я здесь не слышу но он миндальный кремовый цветочный ни на что не похож в то же время он о чистом теле о чистом теле о пудровости такой знаете очень нежной но в то же время не пыльной а чистой близко близко к коже сидит он не будет конечно кричать всему миру о вас но это очень красивый женственный аромат по и в чистая его его вообще в оригинале он назывался джин и в девственная его потом его короче переназвали напор и нежно нежно женственная его ну окей пускай будет чуть-чуть детским но для меня он не столько детский сколько так может пахнуть мама потому что он очень женственный чистый пудровый миндальный крем с отдаленными цветами и мускусом и деревяшками короче вот такой вот он нежный и что опять опять это у нас банана репаблик между прочим аромат 2006 года намного старше чем девственная его вот зверь фэнд компани вот такой вот он красивый он конечно неудобный вот мне не очень нравятся такие габариты потому что его как поставишь куда-то так на пол тумбочки но как он красиво звучит боже мой девочки это тоже цветочно-восточный такой необычный аромат на старте чуть-чуть бергамотика катастро на него пирамида чай зеленый амбра ну это все короче эту пирамиду тоже делал человек который не слушал самозвучание этого парфюма нежный до пудровый до сладкий adorable точно так же как девственная его от the different company но здесь чуть-чуть есть такой намек флор на шампанское ты как у как как какое-то такое розовое шампанское сухие деревяшки короче и здесь еще есть кашмиран он дает эту теплоту он дает эту атмосферность в общем чай амбра да но для меня это очень женственно кремово пудрово нежно и необычно если к пор и в я привыкла и он для меня уже такое знаете ну как бы в повседневной жизни ходовой парфюм то rosewood боже я вообще говорила это rosewood где-то даже вот так вот написано rosewood вот здесь вот видите banana republic rosewood розовая вода где здесь роза никто вам никогда не скажет потому что ее здесь нету не в официальной пирамиде или есть там не там даже по-моему и розы нет ни ни в звучание никаких никаких роз вот никаких роз да есть цветочный флор восточный какой-то такой восточные цветы не свежий не белый восточные такое звучание сухофрукты цветы миндальность пудровость все здесь есть сладкий пудровый и нежный нежнейший но очень необычный аромат между прочим когда я активно занималась своими зубами ходила стоматология больше года оставила импланты короче длинная такая история была вот я его тогда носила смотрите я много его сносила у меня был за пояс ним когда его приобрела это очень доступно в отличие от the different company rosewood от banana republic это очень демократическая цена и короче я приходила и на ресепшене женщина спросила меня чем я пахну к и боже от вас так пахнет вы когда приходите и уходите у нас тут все на ресепшен просто ну вот с такими глазами как от вас шикарно пахнет представляете вот просто стойкость прекрасная комплементарность есть небольшой шлейф но не не ту матч нет он очень такой знаете политкорректный умеренный душа и в стоматологию бы я сильно громкие ароматы конечно же бы и не одевала в общем люди обращают на него внимание поэтому ход рекомендацион задорого the different company это тоже очень красиво но созвучное звучание у rosewood от банана репаблик ход рекомендацион девочки если вы хотите быть женственной этот аромат просто создан для вас так давайте ускоряться солнце садится мы даже и половина еще не вам не рассказала не успела так следующий парфюм и два парфюма это парфюмы о пионе это аква депарма я покупала ее с рук этим летом у меня был с ней запой очень дорого я не не могла его купить мне было жалко денег но это очень красивый пион аромат 2016 года про пион с чистейшим мускусом но он немножечко пряный потому что здесь есть перец здесь немножечко малинки еще в пирамиде из роза слава тебе господи это роза не подавляет она здесь есть но она не подавляет пион пион остается пионом плюс свежесть зелени вот как будто вы пришли домой с огромной охапкой пионов красивенных белых или светло розовых срезали кончики стеблей и вот этот аромат стеблей с ароматом пионов смешался красивый на старте немного замыливается но все равно он усаживается красивым свежим чистым но очень ярким пионом и это женственно это громко он звучит влажным таким флером мокрым влажным может кедр даже здесь есть не знаю мускус фрезия в базе амбра но на совершенно не утяжеляет парфюм мне он очень нравится и я его носила наносила со сторонностью потому что не хочу чтобы он закончился икон подэкономливала его и когда я услышала я была в еве и услышала как звучит жанна от lanvin это просто это просто два лучших аромата про пион кстати кому интересно у меня есть отдельную на канале видео так она называется ароматы с нотой пиона посмотрите его я там более детально и об этом и об этом говорю просто здесь в жанне немножечко есть фруктовая кислинка ежевичная такая кислинка и фруктовость которая обрамляет этот пион кстати роза здесь тоже есть и амбра здесь есть здесь и пион и роза и мускус в общем пирамиды очень похожи но это более такая знаете восточно пряная благодаря перцу может еще и фрезе с амброчкой найдет к увесиста это на тон выше это более свежая молодежная девочковая очень нежная весна лето ранее осень ежевика хороша лимончик на старте потом это все в мускус сандалом и конечно же главная главная роль до прима балерина здесь пион пиониха можно так сказать пиониха очень красивая ягодная кислинка он конечно как я обожаю ноту пиона знаете у меня есть два любимых или три любимых цветка или 5 или 6 короче пион это мой один из любимейших цветков я обожаю фиалку мне еще нравится ирисы и мне еще нравится неожиданно до мимоза казалось бы такой цветок какого то там поколение шестидесятых но не за вот мне у меня есть джилл сандер с мимозой позже как его люблю там она прям солирует мало ароматов с такой яркой мимоза а я обожаю но короче мы сейчас уже не он так и называется жанна если кто кого-то есть сомнения пожалуйста жанна на жару нежно красиво женственно очень красивый мускус стойкость конечно не такая как аква депарме вы видите я его называю поливашкой и говорю вам как есть поливашка за лето пол флакона вот так вот легка нанесли на себя и погнали все равно красиво все равно он остается я имею ввиду пион на вас остается пожалуйста если вы любите ноту пиона вы просто обязаны познакомиться с двумя этими ароматами какой вам приобрести это вы уже сами решаете но и 1 2 с очень красивой женственной чистой зеленой нотой пиона обожаю ношу лето весна весна лето вот это это время для двух этих ароматов ну и что ребятки сегодня наверно тоже будет последняя пара солнце села уже темно и и меня уже скоро будет не видно по этому последняя пара парфюмах в этом видео и остановлю же досниму завтра я не могу вам не рассказать об одном из своих любимейших ароматов это диптик и это филосиков диптик диптик короче по-разному называют но неважно всем известен этот аромат аромат между прочим боже мой ему 20 почти тридцатка 28 лет аромату аромат 1996 года на минуточку инжир зелень кокос вот все это все что нужно знать о звучании этого аромата какой он красивый инжирный но он густой он маслянистый здесь красивая древесина здесь есть кедр короче на старте он густейший потом он становится более свежим кокос не дает сильной такой лактонности но не дает ему уйти совершенный такой знаете тотальный свежак то есть он дает все таки молочный этот оттеночек древесина красивейшая так шлейфит но он не стойкий то есть он вы его нанесли да он будет ярким но в жару в основном в жару его я носила я носила его летом короче поливашка раз нанесла второго раза в течение дня два-три раза обновляю на себя мне нравится как он звучит и на старте это зелень этот этот ну такая свежая древесина трава а как красиво красиво это очень необычный аромат здесь очень натуралистичный инжир знаете что на старте не звучит мало кто знает когда заходишь в мастерскую художника вот масляные краски так пахнут я не знаю как это объяснить ну в общем очень похоже на мама мастерскую художника который пишет маслом но на самом деле короче впечатление знаете какой от этого парфюм вот я его когда поносила я поняла он пахнет отпуском на каком-то там средиземном море где жарко и и много фруктов и много зелени какой-то ветер морской хотя здесь нету соли ничего морского здесь нету но тем не менее кедр древесина кокос инжир инжир реалистичный а тут еще по моему есть сама древесина инжира и лист инжира короче тут куча всего инжира и звучит он просто неповторимо это это клапка сучий аромат но вот это вот история что он не стойкий из а стоит он просто очень 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 дорого покупала я его в варшаве и это было реально очень дорого что я хочу предложить ребята вот такой вот спокойный себе парфюмчик от массима дути он называется ягоды можжевельника дженнипер berries and ginger и имбирь казалось бы а где же здесь инжир я не знаю как это работает но он мне просто звучит очень похоже на инжир на филосикус но здесь имбирь на старте здесь еще есть имя то он тоже такой одновременно и пряный и свежий и ветивер и олег алибо ну ну алибо нам это ладан короче мускус такой же чистый такой такой свежий одновременно пряный свежий инжирный но можжевельник а можжевельник это что это правильно это джин и он дает алкогольное немножечко звучание но не про коньяк а про джин короче дерево алкогольность инжир можжевельник мятка мускус ладан пряный красивый но для меня он тоже звучит вот посмотрите сколько я сносила можете просто не жалко филосикус я реально ребята за две недели треть флакона посмотрите треть флакона за две недели это же куда такого годится за такие-то деньги нет и я перешла на вот этот максима дути который тоже приделала это только за это лет нет вру за несколько прошлое и это ли мне не про прошлом летом там горе беда была совсем я парфюмками как-то не очень увлекалась но вот до войны вот до войны и вот это вот последнее лето я практически большую половину флакона я сносила вот такие вот ягоды можжевельника с инжиром с инжиром и с имбирем короче имбирь и инжир вроде как и звучат они по-разному я не знаю в этом парфюмке для меня звучит инжир трудно объяснить мы как так получилось но тем не менее очень созвучен стойкость здесь конечно мальчики девочки минимальная массе модуль это меня прости я люблю вещи от массе модульки но парфюмки я не могу сказать что я люблю много раз когда забываю в командировках в европе захожу в массе модульки прислушиваюсь принюхиваясь но из всех вот я купила только этот потому что он не напоминает инжир тоже свежее звучание инжира фокус на 3 ты хоть раз ну приди ты хоть раз вот такие вот ягоды можжевельника с фантомным фантазийным инжиром но тоже свежим как красиво не бойтесь на ты тут никакой нету то есть такой явно я не очень люблю этот ментол мяту в парфюмках здесь нету но есть свежесть вот определенная свежесть и конечно же можжевельник то он тоже как елка звучит так алкоголь алкогольная слегка в общем ребятушки на сегодня наверное это все вот два таких вам инжирных имбиря этот задорого но не стойко это тоже не стойко но не задорого так что вы выбирайте себе любой но познакомьтесь познакомьтесь с каким-нибудь из этих ароматом я уверена вам понравится ребятушки на сегодня это все следующая похожая будет подборочка завтра завтра если дождь не испортит мне не спорт мне настроение на самом деле не дождь не портит на стене просто у меня козырьки и если над окнами если по них дубасит дождь меня не слышно вообще то есть я стараюсь конечно одевать микрофон но тем не менее мне приходится просто перекликивать дождь я не могу сконцентрироваться на предмете нашего даже не диалога монолога но тем не менее на сегодня это все ребята пишите что-то такое вы тоже слышите или это только у меня у одной такие глюки парфюмерные глюки но давайте давайте обсудим это идем в мир и пусть мир наслаждается нами я побежала дальше мне нужно забрать ремни кстати ребята если вы смотрели моё предыдущее утро оптимистом говорил о том что я купила два ремня себе на на день святого николая на рождество я подарила себе подарок купила себе два ремня оба 1 пинка мне нужно было добавить дырки а в ла ральф лоурен 2 до до от лоурен второй коричневый ремень и он просто длинный его нужно было подрезать если честно так расстроилась я действительно кто-то из вас написал мне лада пойдите в мастерской где делают обувь я обнаружила у меня здесь тут по гоголевской внизу есть прямо даже не мастерская там шьют обувь на заказ то есть индивидуальный пошив обуви понесла я туда уже голос садится понесла я туда эти два ремня и вот они мне написали приходите забирайте ваши ремни готовы они прямо на мне их померили замерили серьезного смотри я без ремня пристрели так аккуратно хожу без ремня джинсы без ремня бегу в мастерского забираю два своих ремня не надо успеть так что на сегодня это все ребятушки до следующего видео и продолжим дальше сравнивать дорогие и более демократические демократические парфюмки но уже другие люблю